МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 1 июня. В студии работает Андрей Теннета. Аккуратко о главных событиях. По центральной улице Караганды прошел парад детских музыкальных ансамблей. Такое мероприятие проводится второй год. Сегодня в нем приняло участие более пяти тысяч юных музыкантов. Две новые стилизованные аллеи появились в Караганде в сквере за монументом «Шахтерская слава». В их оформлении приняли участие студенты колледжей Караганды, Тимиртау и Шахтинска. Здоровье – главное богатство. В Центральном парке культуры и отдыха прошла акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Всем желающим предлагали пройти флюорографическое обследование. И теперь подробнее об этих и других событиях. В Караганде День защиты детей стартовал с праздничного парада. Более пяти тысяч человек прошли по Центральному проспекту Шахтерской столицы. Торжественное мероприятие продолжилось в Центральном парке культуры и отдыха. Детей с первыми летними праздниками поздравил руководитель управления образования Карагандинской области Есенгазы и Мангалиев. День защиты детей отмечают во всем мире. И пусть во многих странах для этого праздника отвезен другой день календаря – посыл един для всех. Это защита прав детей, их здоровья, жизни и благополучия. В Караганде День защиты детей стартовал с праздничного парада. Более пяти тысяч детей, представляющих детские и молодежные музыкальные ансамбли, прошлись от площади независимости до Центрального парка культуры и отдыха, где с поздравительной речью выступил руководитель управления образования Карагандинской области Есенгазы и Мангалиев. Это праздник детства, дружбы и поистине летнего настроения. В области проживает свыше 480 тысяч детей. Это разные характеры, разные судьбы и взгляды на жизнь. Но всех их объединяет одно – самая лучшая пора – детство. В продолжении мероприятия талантливые дети показали свои лучшие номера. Весь день в парке звучали песни, детей угощали мороженым. Одним словом царила праздничная атмосфера. Поздравляем вас с праздником, дорогие дети. Это сегодня наш праздник. Мы представители Татибеда колледжа. Поздравляем вас от всей души, чтобы вы просветали, радовали нас своими талантами, успехами, чтобы вы были гордостью родителей, гордостью Караганды. Сегодняшний праздник мне очень нравится. Погода идеальная. Сегодня так весело, просто куча людей в парке. Да, очень все нравится, все классно, очень супер. Стоит отметить, что в этом году в параде приняли участие 14 команд музыкальных школ и школ искусств города. Темой парада текущего года стало 20-летие Астаны. Духжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Две новые стилизованные аллеи появились в Караганде в сквере за монументом «Шахтерская слава». Первая из них посвящена семье, вторая – любви и верности. В ее оформление приняли участие студенты колледжей Караганды, Тимиртау и Шахтинска. В первый день лета состоялось торжественное открытие новой аллеи. Это первая пара молодоженов, которая побывала на свадебной лавочке на новой аллеи любви и верности. Эта лавочка – результат работы студентов Карагандинского машиностроительного колледжа. Их конкурсная работа заняла второе место. В команде пять человек. Используемый материал – металл и дерево. Ну, применяли разные работы – сварочные, слесарные и так далее. Но я не пожалел, например, о том, что участвовали в этом конкурсе. Призы на первое место достался студентам Тимиртауского политехнического колледжа. Награды за третье место вручены учащимся Саранского технического колледжа. Стоит отметить, что проект был разработан общественными объединениями Караганды в рамках проекта Рухани-Жангру. Примечательно, что этот проект был предложен во время одного из дней гражданских инициатив. И как бы сам по себе проект, он оценивается в 1 миллион 800 тысяч тенге. Но в конечном итоге все это обошлось около 4 миллионов тенге с помощью предпринимателей, неправительственных организаций. Просто граждане приходили, интересовались этим проектом. Поэтому в виде АСАРа этот проект появился. И вот недавно буквально экспертный совет по реализации программы Рухани-Жангру одобрил этот проект. И он будет в рамках программы Рухани-Жангру. Главная цель проекта – способствовать укреплению положительного имиджа семьи через проведение здесь массовых мероприятий. Формирование позитивного отношения к институту семьи и семейным ценностям. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно отмечал в своих выступлениях «Нам нужно укреплять институт брака семьи, повышать его престиж, возрождать нравственные ценности. Семья, дети, семейные ценности и традиции всегда были и остаются основой нашего общества и нашей культуры. Необходимо пропагандировать семейные ценности, культивировать образ семьи и брака, примеры многодетности. Его слова, мы его поддерживаем». Создатели проекта уверены, что на новых аллеях будет кипеть жизнь. Здесь будут регулярно проводиться мероприятия, направленные на формирование и укрепление семейных ценностей. Гульнуржакен Андрей Тен, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Национальное агентство по технологическому развитию объявило начало приема заявок для получения инновационных грантов. Чтобы проинформировать карагандинцев о правилах присуждения гранта в шахтерскую столицу, приехали представители национального агентства. 6 июня стартует прием заявок на получение инновационного гранта от национального агентства по технологическому развитию. Таким образом, финансовая поддержка будет оказана по трем направлениям. На технологическое развитие отрасли, коммерциализацию технологий и технологическое развитие действующих предприятий. Для каждого из направлений определена сумма гранта. Максимальный размер может достигать 500 миллионов тенге. Чтобы разъяснить условия предоставления грантов, из столицы в Караганду прибыла делегация во главе с председателем правления Национального агентства по технологическому развитию Умиржаном Ташимовым. Столичные гости и карагандинские предприниматели собрались за круглым столом, чтобы обсудить условия присуждения грантов. В рамках популяризации инструментов поддержки, а также привлечения потенциальных заявителей, нами проводится сегодня встреча без галстуков. Это разъяснение наших основных инструментов поддержки, а именно предоставления инновационных грантов. В частности, агентство с 6 июня по 16 июля объявляет конкурс о приеме заявок на предоставление инновационных грантов. И в рамках этого инструмента возможна поддержка проектов до 500 миллионов тенге. Это средство безвозмездный инновационный грант на реализацию индустриально-инновационных проектов. Интерес к инновационным грантам проявляет большинство предпринимателей. Крупная финансовая поддержка может вывести производство на новый уровень. У каждого из участников мероприятия есть свои причины, чтобы претендовать на инновационные гранты. Карагандинскому фармацевтическому комплексу финансовая поддержка необходима, чтобы перенять инновационные технологии в сфере производства лекарственных препаратов. Как известно, Карагандинский фармацевтический комплекс – это первая отечественная биотехнологическая компания в республике Асан, которая реализовала уникальный проект по трансферу передовых технологий по производству лекарственных препаратов. На сегодняшний день мы уже пошли трансфер по трём лекарственным препаратам для лечения социально значимых заболеваний. Мы продолжаем также трансфер новых технологий, новых препаратов. Для этого необходимо приобретение дополнительного инновационного оборудования, лицензии на технологию. Поэтому мы сегодня принимаем участие в совещании, которое организовал Национальный агентство по технологическому развитию. Представители Национального агентства по технологическому развитию отметили, что инновационные гранты не раз присуждались карагандинцам. Получив финансовую поддержку, многие из них расширили своё производство. Стоит отметить, что приём заявок на получение инновационного гранта будет осуществляться 6 июня по 16 июля, чтобы проинформировать как можно больше людей о правилах присуждения грантов, специалисты Национального агентства по технологическому развитию отправятся в регионы страны. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Анлий Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасёт их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Здоровье – главное богатство. В Центральном парке культуры и отдыха прошла акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни. В рамках мероприятия дети устроили флешмоб, приняли участие в развлекательных играх, а также прошли флюорографическое обследование. В День защиты детей взрослые решили уделить особое внимание здоровью маленьких карагандинцев. Акция, которая состоялась в Центральном парке культуры и отдыха, была нацелена на пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В рамках акции было организовано множество увлекательных игр, в которых были задействованы дети. Также все карагандинцы от мала до велика получили возможность сделать снимок флюорографии совершенно бесплатным. «Центр здорового образа жизни города Караганды при поддержке областного управления здравоохранения Карагандинской области, а также с участием областного противотуберкулезного диспансера. Сегодня в Международный день семьи нами проводилась определенная работа, а именно в целях поддержания здоровья граждан выставлена передвижная станция флюорографии, которая в любой момент, как без очереди, бесплатно проводит флюорографическое обследование населения». Возможность пройти флюорографическое обследование совершенно бесплатно обрадовала многих граждан. Люди признали, что нередко они откладывают обследование из-за отсутствия времени, поэтому данная акция пришлась как нельзя кстати. «Я очень рада тому, что сегодня карагандинцы могут сделать снимок флюорографии бесплатно, не посещая поликлиники. Это очень удобно. Особенно радует, что эта акция была организована в День защиты детей, ведь все они должны знать, что здоровье – это главное богатство». «Все хорошо, доброжелательные, врачи, дружелюбные, все профессионалы своего дела, все сделали как надо». Главными героями мероприятия были дети. Они пели песни, демонстрировали танцевальные навыки, а также проявляли активность в командных играх. Тожан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сегодня главные события выстраиваются вокруг детей и для детей. Ни одно предприятие и учреждение города не обошли вниманием ребятню. В городской поликлинике номер один организовали свой праздник для маленьких пациентов. День защиты детей – это самый старый международный праздник. Его история начинается с 1925 года. Праздник веселый, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. В первой городской поликлинике со всей серьезностью отнеслись к этому дню. Но врачи всегда серьезны. И было удивительно видеть, как они в сказочных костюмах играют со своими подопечными. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. В поликлинике организовали конкурсы детских рисунков. Конечно, с награждениями победителей. Без подарков в этот день никто не ушел. Для вас отделение, специалисты отделения профилактики, приготовили развлекательную программу. И сегодня вы вместе с нами будем танцевать, петь, веселиться, отгадывать загадки, чтобы у вас в памяти осталось хорошее воспоминание. В обычной семье родители, бабушки, дедушки тоже стараются отметить праздник. Но в компании всегда интереснее и веселее. Здесь и песни, и игры, и шутки. Да и на врачей дети смотрят совсем по-другому. Мне сегодня понравился праздник всех деток с праздником. Семь детей с праздником семь. Родители, дочери, самые лучшие в мире и сыновья. Недаром, говорят, устами младенца глаголит истина. Веселые игры подняли праздничный настрой. Все забыли, что сюда приходят за медицинской помощью. Здесь, оказывается, делают не только уколы, но и весело проводят время. Мы пригласили детей в празднование этого мероприятия. Детей с ограниченными возможностями. Будут здесь различные игры, будем играть. По окончанию праздника мы обязательно детей наградим поощрительными призами. Обязательно. Но хотим хоть чуть-чуть настроение поднять детям. Такие мероприятия в поликлинике номер один проводятся довольно часто. А сейчас медработники готовятся к акции по грудному вскармливанию. И это не разовая работа, а целенаправленные действия, направленные на повышение качества медицинского обслуживания. Международный день защиты детей доказывает, что у нас общий дом, что у нас общие чаяния и желания. И мы все ответственны за его будущее. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В течение месяца проходил конкурс детского рисунка на тему «Мир с мечтой». Организаторы конкурса – Карагандинский центр формирования здорового образа жизни и компания ТВКЗ-4. В последний день весны на сцене театра музыкальной комедии состоялось подведение итогов и награждение победителей. «Мы мечтаем о мире, в котором ценится каждая жизнь, в котором ценятся крепкие и дружные семьи, наполненном любовью и заботой». Этими словами наполнена каждая работа участников конкурса детского рисунка, посвященного Дню защиты детей. Организаторы отмечают отрадно, что маленькие художники видят окружающий мир в позитивном цвете. Дети ассоциируют нашу жизнь с природой, с семьей, с семейными традициями. Поэтому это очень хорошая тенденция, которая у нас развивается в будущем. Каждая работа заслуживает особого внимания, решили члены юрий. А потому подарки были вручены каждому участнику. Ну а для авторов лучших работ подготовлены ценные призы. Одна из победительниц – ученица Карагандинской школы искусств номер 2, десятилетняя Юлиана Кончина. На конкурс она представила рисунок, на котором изображены велосипедисты. Юлиана призналась, что на изготовление работы у нее ушла неделя. «Мне это ушло, наверное, где-то неделю. Я неделю рисую один рисунок, может даже месяц». «А тебе нравится вот это?» «Рисование. Мое хобби – это рисовать. Я очень люблю. Я в свободное время. Я рисую». Примечательно, что самый главный детский праздник в этом году совпал с проведением недели здоровья. Именно поэтому организаторами конкурса выступили специалисты в вопросах формирования здорового образа жизни. В конкурсе приняло участие 37 детей. «В данном конкурсе приняли участие три специализированные школы искусств. Две из города Караганды, одна из города Тимуртал. Данный конкурс проводится Центром здорового образа жизни города Караганды. Тут и Викиза-4 совместно с Управлением здравоохранения Карагандинской области». С возрастом мы утрачиваем многие важные качества. И одно из них – дар быть счастливыми просто так. Ловить на крючок маленькие радости и подолгу с восторгом разглядывать их. Чтобы прикоснуться к этому забытому чувству, достаточно лишь взглянуть на детские рисунки. Гульнур Жакен, Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Республиканская федерация тяжелой атлетики в преддверии Дня защиты детей организовала для 400 ребят из детских домов настоящий праздник. Для них устроили увлекательные конкурсы и праздничное угощение. Участники детского конкурса пытаются нарисовать солнце. Вот только художников много, а карандаш один. И только совместной, слаженной работой дети справляются с этим веселым и увлекательным заданием. Таких увлекательных игр и конкурсов было много. Организаторы отмечают, что это не просто развлекательная программа. Задания заставляют ребят работать в команде, а не соревноваться между собой. Участники праздника – воспитанники детских домов и интернатов в Карагандинской области. На протяжении шести лет Республиканская федерация тяжелой атлетики организует благотворительные детские праздники. Традиционно это четыре праздника в году – День знаний, Новый год, Наурыц и День защиты детей. На каждом присутствует порядка четырехсот детей. Сегодня из Литвинского детского дома приехали около полутора сотен воспитанников. Детям действительно нравятся такие мероприятия. Мы уже, эти праздники проходят не эпизодически, а системно. И уже в течение трех лет мы посещаем праздники как Наурыц, так и Дня защиты детей. Поэтому данные праздники, они в своей степени социализируют наших детей. И хотелось бы выразить огромные слова благодарности организаторам данного праздника, пожелать им самое главное – здоровья, процветания, всех благ. Организаторам удалось создать атмосферу настоящего летнего веселья. Восторженные дети признались – праздник им очень понравился. Организаторам большое спасибо за такой веселый праздник. Нам очень понравились все игры, особенно где нужно рисовать на плакате, рисунки. Мне понравилось, как обливали водой. Понравились эстафеты. Вот уже поставили этот пожак нам, наш второй. И вот так все отлично и хорошо. Такое же мнение высказали все участники праздника. Это значит, что главная цель достигнута. Но веселые игры и конкурсы – это не все, чем порадовали детей. Вечер завершился праздничным дастарханом. Организаторы уверены, что гости получили множество положительных эмоций и заряд энергии на все лето. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Проблемы с позвоночником являются актуальными для многих карагандинцев. Гипертония, остеохондроз, артрит, инсульты и невыносимые головные боли. По мнению специалистов, эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием атлант. Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника «Атлант» помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. Жительница Караганды Лилия Баларшина долгие годы страдала болями в спине, шее, пояснице. Многочисленные обращения к врачам не приносило облегчения. О клинике «Атлант» Лилия узнала из рекламы. Недолго раздумывая, карагандинка решила обратиться к атлас-специалистам. Некоторое время особых результатов не было. Но потом, по истечении, когда я сделала коррекцию, через три недели боли стали постепенно уходить. И с каждым днем я почувствовала себя хорошо. И теперь я уже продолжаю делать гимнастику, хожу в бассейн. И у меня боли практически их нет. Я уже свободно двигаюсь шеей. И поясница меня не беспокоит. У меня сидячая работа. В общем, я очень довольна. И у кого такие проблемы есть, я бы посоветовала и порекомендовала прийти и сделать эту коррекцию. Это очень помогает. По крайней мере, мне помогло. И все потому, что Лилии Балашиной восстановили первый шейный позвонок, называемый Атлант. В клинике Атлант проводят лечение по уникальному безоперационному методу. Процедура поможет избавить от головной боли, болей в шее, суставах, спине. Пациентами медицинского центра являются и каргандинские шахтеры. Многие из них уже долгие годы страдают позвоночной грыжей. За три года работы лечения в клинике уже получили порядка двух тысяч человек. Наши специалисты владеют уникальной технологией устранения подвывиха первого шейного позвонка по методу, разработанному в Швейцарии. Вот эта технология позволяет безопасно и надежно устранять подвывихи первого шейного позвонка и таким образом восстанавливать состояние многих пациентов. Лечение в клинике ведут с помощью швейцарского аппарата. Он пока единственный в республике. Сама процедура проходит в три этапа – диагностика, коррекция, дополнительные проверки. Полный курс лечения займет порядка полугода. Как показывает практика, после восстановительной программы «Атлант» боль уменьшается, а зачастую полностью исчезает. Сегодня прием ведет один из ведущих атлас-специалистов – врач Владимир Александрович Бочановский. Клиника расположена по адресу Ерубаева, 58. Прием проводится по предварительной записи по телефону 365-00. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин